Привет, с вами Веронитник15, и это видео про фавориты января, про все то, что радовало, обнимало и любило меня в этом месяце, и что очень сильно любила я. И открывает этот красивый список базовая белая оверсайз рубашка и шифу, которая просто спасала вниз каждый раз, когда я не знала, что надеть плотно и схлопку оверсайз силуэт. Правда потрясающе, держит форму, классная, чуть-чуть заминается иногда, но это же хлопок. И правда, я ее безумно люблю, думаю, она мне очень долго прослужит, потому что качество классное, но цена просто смешная, она сейчас стоит 1300 рублей всего, и я бы хотела ее, наверное, в других цветах, может быть, какой-то еще яркий добавить, это здорово. По уровню моего заложенного носа, наверное, было бы хорошо включить в этот список, какое-нибудь средство против насморка, но я так ни разу и его не пользуюсь. Думаю, что все придет само. Следующий фаворит связан с волосами, это новый шампунь. Я достаточно непридирчива в шампунях, и я просто жду, что я помою голову, и волосы станут чистыми. Но этот шампунь я купила, исходя из описания, это шампунь от бренда L'Oreal. Серия для объема, и он правда что-то наделает, сейчас у меня голова не супер чистая, поэтому мы не можем с вами понаблюдать этот эффект. Но, правда, шампунь работает хорошо, он в небольшом объеме, это минус. Я люблю вот такие бутылки для шампуня, чтобы один раз купила и тебе на полку дохватило. Но этот придется обновлять, но он, правда, здоровский, мне понравился. Следующий малыш, это матовая помада, которая сейчас находится у меня на губах. Есть у меня не в первый месяц, и не в январе вовсе появился. Ей, наверное, ну месяцев шесть. Но полюбила я ее почему-то в январе, и стала чаще использовать в январе. Да, она сушит губы, я не знаю матовых помад, которые губы не сушат, мне кажется, таких не существует. Но она хорошенькая, очень бюджетная, это бренд эстрада. Ну, но симпатичная, красивая, мне нравится, как выглядит на губах. Штучка, которая очень понравилась всем в инстаграме, и мне много спрашивали, работает ли она. Именно этот набор уже были у нас дома, мы оба ими пользовались, и, правда, она работает спустя, наверное, год. Ну да, около года мы снова ее взяли, пользуемся вдвоем. Да, она классно работает, плюс в комплекте еще идет индикатор для того, чтобы смотреть состояние ваших зубов сейчас и отслеживать результат. Принцип работы следующий, сначала чистите пасты, она имеет такой голубой-синий оттенок, и затем на 10-15 минут. Идея здесь есть сменные батарейки, но мы такие батарейки ни разу так и за год не нашли, поэтому выгоднее купить. Но весь набор в районе 1300 рублей сейчас на скидках. Золотого яблока, так, по-моему, 1700. Лучше, чем отбеливающие полоски, по той причине, что отбеливающие полоски нужно отдирать, отклеивать, они прям вот так воздействуют. По мнению, этот способ более экологичный, и лично мне он нравится больше. Я не сомневалась, что в середине месяца спрашиваю вас про этот BB и CC крем, который болен, что он попадет в фавориты, да, он правда здоровский. У меня все-таки серия CC кремов, то есть он чуть-чуть выравнивает тон, он ничего не перекрывает, он не справляется с какими-то даже маленькими пигментными пяточками или семечками под глазами, но здесь хорошо работает корректор. В целом, да, он хорош, как по мне, для своего действия он дороговат, но, в принципе, подобным ничем я не пользовалась. Сверху всегда на CC крем у меня идет BB, я не знаю, насколько это правильно, мне очень нравится, как это в тандеме работает, легкий и тонкий слой, и что самое интересное, эффекта вообще на лице никакого не ощущаешь, как будто на нем ничего нет. Если у вас нет каких-то особо сильных высыпаний, если у вас нет каких-то пигментных пятен от пост-акна, или если у вас нет синяков под глазами, то он вам подойдет. Если у вас есть что-то из этого или периодически бывает, лучше поискать что-то более плотное и что-то, что может перекрывать. Следующий фаворит, который запал в мое сердце и точно попадет даже в фавориты этого года, я знаю, это книга «К себе нежно», которую я рекомендовала всем еще до момента прочтения самой, потому что прям душа лежала, прям вот сердце кричало «Да, это оно», и я бы эту книгу назвала главной книгой всех девушек 21 века, ее нужно прочитать, правда, все для того, чтобы понять самоценность, обрести гармонию с собой, со своим «Я» и понять, как себя любить, как любить свое тело. Она не слепо говорит нам «Принимай себя, ты всегда классная». Мы не можем принимать себя, когда мы находимся не в том теле, которое нам самим приятно. Так вот, в этой книге мне очень понравилась мысль о том, что нужно принимать свое тело, но не заставлять себя его любить в любом состоянии. Нужно держать его в каких-то рамках, нужно его корректировать, если тебе это не нравится. Это здоровый подход, он мне очень нравится. Книга офигенная, книга потрясающая, правда, я рекомендую каждой девушке прочитать. А если вы ее уже читали, то расскажите, как вам, какие инсайды вы для себя выявили. Книга потрясающая, вообще рекомендация для всех всегда. Еще из интересного, это одно интервью, и нет, это не интервью Блиновской нашумевшее, это интервью Хелькевич. Я удивлена, что я об этом говорю, потому что я вообще не фанат, я даже подписана никогда не была. Но как-то мне это интервью вылезло, у меня было свободное время, я его послушала, и для себя вообще увидела человека с другой стороны. Мне очень понравились многие вещи, связанные с жизненным опытом, с будущим, с настоящим, с нашими целями, ценностями. Это очень глубокое интервью, и я его вам рекомендую посмотреть, если у вас будет свободный часик, а по-моему, даже он идет около двух часов. Еще в эту подборку попадет инстаграм-аккаунт, я планирую в фалориты месяца это включать, потому что инстаграм неотъемлемая часть моей жизни, и я провожу там безумно много времени, хотелось бы даже поменьше, но там моя работа, поэтому волей-неволей я там живу. Мне очень откликнулся в этом месяце, именно в январе, аккаунт Саши Буримовой, хотя она популярна уже, не знаю, мне кажется, она всегда. Всегда была классная, всегда была лучшая фотография, эстетики фотографий, но в этом месяце я залипла, я смотрю все из всех телеграм-каналов. Мне очень нравится эстетика, которую Саша продвигает, и в целом получаю эстетическое и вообще визуальное наслаждение от всего, что там в аккаунте происходит, поэтому если вы не подписаны, я вам рекомендую подписаться, если ваша жизнь как-то связана с эстетикой, или вам ее, например, не хватает. Та насмотренность, про которую все кричат и говорят для обретения своего стиля, например, в одежде и фотографии, насмотренность, она, в принципе, во всем полезна, вы смотрите на природу, вас это вдохновляет, и вы находите отражение, например, в своем стиле, где-то в душе, это очень здорово. Следующий фаворит смотрит прямо на меня и помогает мне общаться с вами. Это мой новый телефон, который я приобрела в декабре, но особенно прочувствовала любовь к нему именно в январе, потому что начала снимать видео, и все видео я снимаю на iPhone 13 Pro, и он стоит своих денег. Жалко, очень жалко покупать телефон за 100 тысяч, но когда ты используешь его на максимум, на все 100 его функции, то, конечно, понимаешь ценности, я очень его люблю, не променяла бы ни на какое другое, это же вообще совсем не то. Он очень помогает мне развивать и мой YouTube-канал, он очень помогает развивать мне Instagram, рабочие профили. Картинка совершенно другая, меня это радует, меня это вдохновляет и мотивирует, поэтому если у вас сейчас стоит вопрос, есть ли разница, например, с другими телефонами, да, конечно, она есть, даже с 12-м я слышала, что разница ощутимая, поэтому я его люблю, я тебя люблю, мой дорогой, прекрасный телефон, что ты помогаешь мне добиваться того, чего я хочу. Особенно любимых функций это киноэффект, на которые я снимаю видео на YouTube, и иногда что-то в Instagram, возможности обработки новые в самом iPhone, в настройках iPhone, скорость работы, он просто летает, космический, и самое главное, самое крутое, это зарядка. Он держит зарядку очень долго, сутки. Я работаю в телефоне всегда, я вообще из него не вылажу, вот я тот человек, который вот так всегда с телефоном, это очень плохо, мне это не нравится самой, но при этом он держит зарядку хорошо, он держит зарядку даже отлично, плюс у него хорошая и сама зарядка, если заряжать на оригинальный блок для этой модели телефона, то вообще просто очень быстрая зарядка, где-то полтора-два часа, и он заряжается на 100%, этого хватает на сутки, представляете, я забыла про кулапан практически. И последний, очень смешной фаворит, это отдых. Звучит максимально глупо, но весь январь на 85% я отдыхала. Я очень мало работала, и в целом работы было мало, и я прям кайфанула, этому еще способствовала моя болезнь, и я неделю просто сидела дома со своими соплями, с кашлем, с температурой, и прям отдохнула, кайфанула. Чего я только не делала, смотрела фильмы, смотрела сериалы, все, чего только такого я не смотрела, но среди них, кстати, фаворитов, прям чтобы пересмотрю тебя, или ты на самом сердце, буду искать тебе подобных, мой красивый фильм или сериал, пока не было. Плохая черта, но очень много чего я смотрю, всегда чего-то смотрю. Ну и думаю, так, пока у меня есть время, и я молодая, наверное, я могу себе позволить, и мне можно такое всякое посмотреть. Думаю, что набралось много сил, у меня прям вид такой отдохнувший, свежий, энергичный, заряженный. Отдыхать нужно, мы все живые люди, и когда вы понимаете, что кажется, у меня нет времени отдохнуть, это лучшее время, чтобы отдохнуть, потому что дальше лучше точно не будет. Я счастлива, что мне выпала такая возможность, даже без осуждения прошел, кстати, этот период. Думаю, что фавориты января были классные, а вот февраля будут еще интереснее, потому что в этом месяце у меня появилось много штук, которые я тестирую, они связаны с уходовой косметикой, например, для кожи лица, и какими-то гаджетами, которые я тестирую, и какими-то приложениями в телефоне, которые тоже сейчас ходят в мою жизнь. Поэтому фавориты февраля будут еще интереснее, я буду верить в себя, и надеюсь, что буду снимать еще дальше, и в феврале мы встретимся, чтобы посмотреть новых фаворитов. А я благодарю вас за просмотр этого видео, прошу поставить лайк, потому что алгоритмы Ютуба работают так. Если вы поставили лайк, молодец, мы тебя продвинем, и мы покажем твое видео еще кому-нибудь, тебя порадуем. Если вы посмотрели просто-таки, да, классно, мне было интересно, лайк не поставили, Ютуб думает, что все, неинтересно, зачем это показывать. Поэтому мне будет приятно, если вы поставите лайк, а если вам нравится смотреть эти видео, подпишитесь еще и на канал, чтобы всегда видеть видео в числе первых, и просто делать мне приятно. Я вам желаю классного продолжения этого года, классного февраля, благодарности в январю, и до новых встреч. Увидимся в Инстаграм, ссылка, как всегда, в описании. Увидимся в Инстаграм, ссылка, в описании.